Уважаемые родители подростков, здравствуйте! Я надеюсь, что вам нравится этот марафон, и вам нравится узнавать что-то новое и интересное о подростках, поэтому давайте мы сегодня поговорим об учебе и о подростках. Это такой вопрос, который удручает, гнетет, расстраивает многих родителей, который делает так, что портится отношение между подростками и родителями. И часто то, что я слышу, это большая претензия, ничего не хочет делать, не хочет учиться, скатился или скатилась по оценкам, если я не контролирую, прям ужас-ужас начинается, или там ничего кроме гаджетов не хочет, невозможно сесть, заставить делать уроки. В общем, это всегда такая песня, одинаково направленная против подростка. И это ключевая ошибка. Потому что ваши подростки классные, милейшие люди. Вы можете мне прямо сейчас не верить, но если там доверитесь, спустя какое-то время будете сами так говорить. И вы неправильно оцениваете ситуацию. Вы последнее звено в этой ситуации делаете виноватым. Но вы почему-то не хотите посмотреть, а что вообще в разных звеньях, возможно, что-то пошло не так. Потому что когда подросток не хочет учиться, во многом может быть причина, но она не в нём. Она обычно в том, как устроен учебный процесс. Возможно, там из-за войны сейчас многие сидят на онлайн-обучении. Оно, поверьте, вообще ни разу не всегда качественное. Часто это неинтересно, грустно. Вот мне одна мама написала, что вообще во время онлайн-обучения ребёнок там наполовину в чате общается. Раньше были двенадцатки, одиннадцатки, а сейчас там и редко восемь. А сейчас восемь по любимым предметам, по которым раньше было одиннадцать и двенадцать. Что там что-то говорит учитель, а вот здесь я в чате общаюсь. Вот. И поэтому ничего не слушаю. Это всегда история о том, отдать ли на откуп процесс обучения школе или не отдать. С одной стороны, родители верят в то, что когда ребёнок пошёл в школу, школа должна выполнить эту функцию там. И всё, и можно типа не париться. Достаточно только там подростку сказать или ребёнку, ты должен. Всё. Но это так не работает. И я рекомендую вам никогда не отдавать на откуп школе учёбу. Хорошо, если вам повезло, и там классные преподаватели, но даже этот процесс нужно контролировать время от времени, разговаривать с детьми, проверять какие-то там моменты, спрашивать что-то и понимать, ориентируется или не ориентируется. Но не ждать, что если он ходит в школу, что вот там это ему всё даст. Нет, потому что я общалась со многими совершенно подростками, которые умудряются там сдавать что-то на 9, 10 или 11, но когда пытаешься копнуть, там нет знаний. Это не глупые дети, там просто нет знаний. Просто потому что из интернета можно что-то скачать, можно угадать что-то, как это должно выглядеть, можно списать что-то, но знаний там нет. А школа это же хороший тренажёр для того, чтобы научиться учиться. Не важно, как там всё происходит, но важно, что это можно и нужно воспринимать, как научиться учиться. Но тогда очень важно, чтобы родители подходили к этому вопросу с мыслью, что с моим ребёнком всё ок. Что не работает в системе? Почему мой ребёнок не хочет? А там может быть много причин. Первая, помни как в этой песне, это я, потом все твои друзья, ну там и так далее. Первая причина, возможно, подросток давно отстал в каких-то темах по разным предметам. Отстал, ну неинтересно объясняли, непонятно объясняли, заболел, онлайн обучение, пропустил что-то, не пропустил, но не понял и не спросил. Отстал. По одному, второму, третьему или пятому предмету. Так это не про тупость или там глупость ребёнка. Это про то, что отстал, каждый следующий модуль базируется на том, что ты знаешь модуль предыдущий. Значит, просто нужно сделать что? Протестировать, понять, откатиться там на энное количество тем назад. Если вы можете это решить, вам нужно это решить. Ну, если вы тот родитель, который знает школьную программу нормально, и вы не убьёте ребёнка за моментом, когда вы ему там что-то объясняете. Если у вас есть много сил, энергии, вдохновения, и вы способны искать разные подходы, чтобы стало понятно, а не тупо сказать, сядь, выучи учебник, да, тогда это вы, тот человек, который возвращает, влюбляет, объясняет, показывает и вызывает вот этот живой интерес к темам, которые, по которым там отстал, да, или вообще к учёбе. Иногда это должны быть не вы. Потому что я знаю многих родителей, я такие истории знаю, там, папа мне рассказывал, что всё, он берёт собаку и уходит гулять вечером, что мама садится, берёт линейку рядом с ребёнком делать уроки. Ну, это же ужас на самом деле. Вот. Иногда это должен быть другой человек. Уже вот с линейкой не надо сидеть. Я вспоминаю свою двоюродную сестру, которая на 20 лет старше меня, и которая беленела, когда она нам что-то объяснила своим детям. Если вы один из таких родителей, просто примите как факт, неплохо, нехорошо, просто факт, значит, вы не можете садиться с ребёнком. Ну, не можете. Вы готовы будете его убить, он вас будет ненавидеть. Оно вам надо. У вас только этот, другого нет. Или у вас несколько детей, ну, как бы всё равно вы их не можете поменять. Не портите с ними отношения, пожалуйста. Значит, найдите кого-то, кто может это объяснить. Мне когда-то, училась в манклассе, иногда мне математику объяснял вообще лучший друг моего старшего брата. И это было прикольно, классно, здорово и замечательно. Возможно, кто-то среди ваших знакомых может это сделать. Возможно, это через интернет. Там столько объяснений. Боже мой, вы введёте там тюремы Виета. И есть там миллион способов как. Или как быстро умножить там трёхзначные числа. Уже столько формул простейших есть, как это сделать. Ваш ребёнок влюбится в этот процесс, и это вообще бесплатная штука. Найдите только её. И это время ему сэкономит. Он такой, ну, чего я раньше не знал этого? Раньше, пока вот это всё в столбик посчитаешь. Ещё, блин, если неправильно подпишешь, многие же современные дети что делают? Они не сдвигаются на одну клеточку и подписывают. Ответ неверен. Они такие, да я же посчитал. Нет, ты неправильно посчитал. А почему сдвигаться? Потому что нужно сдвигаться. И это пока вот это... Есть другие способы, которые показывают, что там за 30 секунд ты можешь это решить. Вообще легко. Есть много способов, они ни копейки не стоят, потому что это есть в интернете. Есть ещё вариант найти классного педагога, который влюбит, подтянет, а не за хребетника, который будет сидеть на ваши деньги, делать домашнее задание с вашим ребёнком и поползновения самостоятельного вашего подростка не будет к тому, чтобы что-то больше узнать. Боже упаси! Это должен быть такой боевой друг, который вдохновляет вашего подростка. Помните, они кумиров на стране ищут, который нравится ему чем-то и который ещё хорошо знает своё дело. Вот тогда будет хорошо. Вариантов много. И если вы почувствовали, что есть провал какой-то, значит, его нужно подтянуть. Вариант-вариант. Вариант, когда ребёнок саботирует процесс, не хочет ходить в школу, или что он не видит никакой ценности в этом обучении. Это же просто вариант, что его мозги в этот момент там страшно скучают. не потому, что ваш ребёнок плохой, не понимает всей важности образования. Он, правда, не понимает, по той простой причине, что эта гаистория ему пока непонятная. Скучно, нудная, неясно, как применить жизни, абсолютно неприкладно. Вот. И он вообще перспективы никакой не видит. Ну, так это решается по-другому. Опять же, сменой школы, сменой класса, обучением в интернет-программах каких-то. Есть очень крутые сервисы. Даже просто введите в гугл что-то и вы найдёте. Да, это много хлопот для родителей. Но лучше такие хлопоты, чем постоянный скандал. И постоянное вот это вот неверие в силу своего ребёнка и обвинение его в том, что ты прям ох, не понимаешь, зачем тебе это надо, и ты выматываешься нервами, что такое происходит. Нет, просто учёбу нужно сделать интересной. Опять же, либо вы, либо интернет, либо какой-то учитель, либо ещё кто-то. Но вы просто меняете процесс. он должен быть интересным. Когда нам что-то интересно, нас трудно оттуда вытащить. И поверьте, учёба это очень интересно. Я знаю, что многие из вас не испытывали такого опыта в жизни. Но если бы вы попали в хорошие руки классного педагога, вы бы кайфовали. У вас оргазм мозгов было бы. Вот эта вот черепная коробка и мозги изнутри, когда чешут, это дико приятно. Это нравится. Растёт уверенность в себе. Хочется знать больше. В самых элементарных вещах, таких там, не знаю, как деление, Боже мой, дети ввижат и говорят, а можно мне ещё? Можно. Всё можно сделать интересно. Главное, настрой, отношения, с любовью к детям и очень лёгкое такое, и помним, что нам там чему-то надо их научить, а не там думать, что с бессылочным рядом со мной сидеть. Так вообще нельзя думать. Вообще. И поэтому вы, может, и устали, но вы можете продолжать уставшие делать кучу ошибок, а можно быть уставшим и попробовать поменять способ и обнаружить, что, оказывается, другой способ может лучше работать. К сожалению, это может быть не первый способ, который вы попробуете, а там десятый, например. Но я желаю вам, чтобы у вас никогда не опускались руки, не сдавались, и вы могли найти решение проблем. Школьная программа элементарная. У ней нет ничего сложного. Он вообще ничего сложного там нет. Поэтому ее может освоить плюс-минус каждый ребенок. Плюс-минус. Ну, потому что есть дети там с особенностями, где понятно, что они не потянут там всю программу. Есть те, которые какие-то предметы будут знать на минимальном необходимом уровне. Ну, на зубок. А есть те, которые там вау, копнут куда-то и там покажут одинаково хорошие результаты по многим предметам. Это тоже будет прикольно. А кто-то только по некоторым покажет. Хорошие показатели, по другим менее хорошие, но достаточные для того, чтобы там баллы посчитались и была какая-то там дорога дальше. Просто я хочу донести, что школьная программа не сложная. Поскольку она не сложная, вы можете думать иначе. Ну, как бы мое мнение, что она не сложная. То, собственно говоря, ее может любой понять. Любой. Я видела детей, которые приходили и говорили, я полный ноль, что вы мне тут рассказываете. Потом говорили, блин, так я это понимаю. Конечно, ты это понимаешь. Просто тебе неправильно это объясняли. И там рождается уверенность, интерес, энтузиазм. Поэтому не рассматривайте вашего ребенка как самое большое зло в этом процессе. Рассматривайте, где проблемы в этом процессе. Проблема может быть в учителе, который предзято относится к вашему ребенку. Такое есть и часто очень. Очень предзятые отношения. И ребенок теряет интерес конкретно к этому учителю и конкретно вообще потом как результат часто вообще учебе. Такое может быть. Значит, вам нужно в этом разобраться, не позволить вашего ребенка троллить или предзятно к нему относиться. Вплоть для того, что иногда нужно за все забить и сидеть на уроках и сказать, я хочу понять, что здесь не так происходит. Я хочу понять. Объясните мне, почему вы так относитесь к моему ребенку. Наша вот эта вот советская еще, типа, учитель всегда прав? Нет. Учитель далеко не всегда прав. Я знаю много историй, когда детей затравливали просто, к сожалению, учителя, и они считали, что они были правы, а они были не правы вообще. Ну, их там большинство им ничего не стоит вызвать на ковер ребенка и затравить. И он такой думает, блин, шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево. Расстрел просто. Расстрел везде. Издевательское отношение может быть, и поэтому нужно защитить своего ребенка от этой травли. Учителями, например. А есть еще вот проблема в учебе, может быть, потому что травли одноклассниками, и ваш ребенок не хочет туда ходить, потому что там каждый день для него ад на земле. Но вам он боится сказать, потому что вы можете отмахнуться, или может быть он что-то подобное говорил, но вы такие, да разберешься, я в твои годы тоже имел проблемы, разобрался. Нет, иногда очень сложно разобраться, когда против тебя 15 или 20 человек, а иногда больше. У кого-то хватает на это силы, у кого-то нет. Не все могут разобраться. Но это такое стадное чувство, когда один начал травить, а большинство поддержало. Потому что это прикольно быть принадлежащим к большинству. Потому что этические вот эти моменты, которые тебя могут остановить, но еще не совсем развиты у подростков. И лучше быть в стае, которая травит, чем отдельно, потому что тебя завтра начнут травить. И животный страх бросает большинство школьников подросткового возраста к тем, которые травят ваших детей. А вы можете этого не знать. Вы еще можете этого не знать, потому что он вас жалеет. Я знаю историю, девочки, у которой родители очень известные актеры. И ее травили нещадно в школе, потому что она принадлежала к такой династии. И она не говорила родителям. Просто потому что она боялась, что родители испереживаются. И только когда она закончила школу, потом пошла в институт, и где-то в середине института она стала рассказывать, родители ждали вот такими слезами. Почему ты нам не сказала, почему мы тебя не защитили. Она говорила, я так переживала, я вас люблю, я не хотела, чтобы вы страдали по этому поводу. То бишь, воспринимайте, пожалуйста, то, что ребенок не хочет учиться, как не что-то понятное, типа ты дурак или лентяй тут, а как информацию к размышлению, к маленькому расследованию, которое про то, мне нужно знать больше, я хочу понять, что не так, я на твоей стороне, ты не должен жить в аду. И адом, кстати, считается смертная тоска на уроках. Тоже, потому что вы сидите, тратите время, и, блин, мозги просто в этот момент, что я здесь делаю? Вот если вся остальная жизнь такая же, так лучше игры в гаджет нет ничего. Поэтому разберитесь, пожалуйста, с учебы. И рассмотрите, что ваш ребенок это просто продукт учебного процесса, в котором сбои могли произойти на разных уровнях, на одном или двух или трех уровнях одновременно. И это усугубляет процесс. И ребенок просто не видит в этом интереса. Современное поколение очень прагматичное. Вот если неинтересно, так он вообще не понимает, зачем туда вкладываться. И, собственно говоря, они правы, что свои силы нужно укладывать туда, где интересно. Вопрос. Может ли у чего быть интересный? Ответ. Да. Очень может быть интересный. Но не факт, что это у вашего сына или дочери. Не факт. Можно ли на это повлиять? Да. Способа, опять же, миллион. Миллион. Я делала со своей внучкой химию, физику, сопротивление металлов. И я поняла, что вот этот онлайн-обучение, вот это все, она не понимает. Она интуитивно понимает, как нужно подстроить процесс. И она делает, тратит время, она ответственна невероятно. Ей даже не надо игриться здесь за уроки. Но мне, когда я смотрю на него, мне невероятно жалко этих часов, дней, месяцев и лет, которые просто потрачены на то, чтобы интуитивно понять, как здесь ответить, вместо того, чтобы понять эту тему. Он говорит, давай-ка будем разбираться. Объясни мне. Ты понимаешь, что такое кристаллическая решетка? Нет. Ты понимаешь, что такое электроны? И почему ток идет? Нет. Окей. Пришлось шагнуть на них. И я понимаю, что она это не понимает. Что если бы я задала какой-то вопрос, увидела понимание в глазах, все было бы ясно. А тут было очевидно, понятно, что нет этого понимания. А тут лабораторное, которое нужно решить. Да? И мне пришлось вернуться на это количество тем назад. И я понимаю, что, блин, она могла бы там свою лабораторную закончить гораздо быстрее. И это всегда вызывает вот этот протест обычно у детей, когда нужно вернуться назад и что-то отмотать. Но здесь вопрос, как вы это делаете? Я начала рисовать схемы, объяснять, находить короткие видео, которые коротко, но дают вот это понимание, что там происходит. Почему сопротивление увеличивается или уменьшается. Вплоть до того, что мы рассмотрели, как устроена лампочка накаливания с вольфрамовой нитью, почему там двойная спираль, и многое-многое другое. Чтобы понять эти закономерности, что от длины это будет зависеть, и многое-многое другое. Это такая кристаллическая решетка. И она уже с большим удовольствием сделала и с большим пониманием. Потому что когда ты понимаешь, ты делаешь с большим удовольствием работу. И потом я говорю, слушай, ты, конечно, можешь не хотеть, но я тебе порекомендую. Тут есть такой физик, я его часто рекомендую из-за детства. Давай найдем у него эту тему. Мы нашли... Уже была выполнена работа, и была выполнена хорошо. Она получила за нее 11 баллов. И здесь я прям спокойна, потому что она понимала, что она сделала. Вот это был вот момент, когда человек понимал, что он делает. Вот. И это круто. И поднялось все настроение, я говорю, ты можешь, конечно, идти спать, но я тебе предлагаю еще эту тему у физика посмотреть. Еще 40 минут времени мы смотрели у физика, когда уже была выполнена работа. То бишь, она могла спокойно уйти, и никто не держал. Я не авторитарная. От меня можно спокойно свалить. Она такая, нет, блин, классно. Вот нам бы так в школе объясняли. В какой-то момент времени у нее был вопрос, почему график строится прямая, а некоторые точки не попадают на эту прямую. И в лабораторной спрашивали там, от чего зависит график там и точность и от прибора. Потому что в этот момент ты вот так вот заснял вот такое вот там сопротивление, да, или силу тока. А в этот момент вот такое. Поэтому там всегда график, а если это не электронные замеры, а твои ручные, он всегда, эти точки, не все будут попадать напрямую. А график вообще прямая. И она говорит, я поняла, вот же он показывает, вот здесь вот его припор показывает вот так, а вот здесь вот так. Если бы нам в школе там так объясняли. И ее задора хватило еще на то, чтобы еще пару-тройку тем посмотреть уже не по 40 минут, а там я понаходила ей по 10 минут, которые объясняют какие-то основные моменты. И она такая счастливая, пошла спать. И ее глаза горели, она не была уставшая к этому моменту. Понимаете? Все зависит от способа подачи, от того, с каким настроением вы подходите к детям, от того, они понимают или не понимают. Но даже если не понимают, можно так объяснить, что это будет понятно. Но для этого очень важно, чтобы вы хорошо относились к ребенку, чтобы ваше внутреннее отношение было, я тебя люблю, ты классный, ты просто, может быть, не знаешь. Ты не лентяй, не глупый, ты просто, может быть, не знаешь. Так давай вот разберемся с этим. И это удивительно, это у подростков крылья вырастают, у них энергия увеличивается, вовлеченность в процесс увеличивается. Это не означает, что на завтра они к вам прибегут, скажут, что давайте еще, хотя я такое тоже видела. Это просто означает, что если вы системно будете делать подобные штуки, отношение к учебе у вашего ребенка поменяется, потому что его внутреннее понимание процесса, его место там, то, что он разбирается, будет лучше. Он какие-то термины будет слушать, и он понимает, о чем это. Он будет это понимать, а значит, у него будет отклик. И от нашего просто отношения вообще к процессу обучения не потому что нам надоело говорить подросткам, а потому что, слушай, ты просто можешь не знать. Так давай посмотрим по-другому. И от вашего уважения к вашим подросткам зависят очень многие вещи. Поэтому, родители, мне хотелось бы сказать, отдали в школу и забыли. Забыли. Но таких детей единицы, которых отдали в школу и вы забыли. Большинство детей это дети, которых нужно увлечь процессом. Увлечь. И когда они увлечены, оооо, и еще это системно происходит увлечение, вам их не остановить. Они сами копают. Им интересно. И в жизни как раз важно не то, на сколько баллов ты залзануешь. Это важно, но не супер важно. Важно, ты умеешь учиться или нет. Ты умеешь с интересом что-то делать. Ты можешь удерживать фокус своего внимания. Ты сам копать умеешь или не умеешь. Ты вообще ловишь от этого кайфа или нет. Потому что дальше им все это по жизни нужно демонстрировать. Вот этот вот интерес к процессу обучения, интерес к познаванию, интерес к себе в этом интересе и кайф от этого всего. Потому что каждые там раньше было 5-7 лет, а сейчас по-моему глубокому убеждению там 2-3 года нам всем взрослым приходится, если вы в струе переучиваться чему-то, что-то новое, постоянно технологии меняются, технические какие-то вещи растут. Посмотрите на хирургов, посмотрите на стоматологов, посмотрите там на компьютерщиков. У меня в моей работе мне все время приходится каждый раз чему-то новому учиться, которое вот сейчас вот зашло и на этой волне можно больше сделать. Там в маркетинге, например. Всегда все новое. И если я помню там 20 лет назад тенденции было 5-7 лет, то сейчас тенденция 2-3 года. И ты что-то новое должен освоить и идти дальше. И вопрос, ты когда вот это новое осваиваешь, ты сопротивляешься этому или делаешь это с удовольствием? Нашим детям постоянно придется учиться и переучиваться. И если у них устоявшаяся привычка, что это плохо, что это забирает силы, что это неинтересно, ну как бы жирный большой крест на их будущем можно уже начинать ставить сейчас. что они будут тратить столько сил просто на реабилитацию себя и на приведение себя в порядок нужно будет тратить в 3 раза больше сил. А вообще-то когда нам интересно, то как бы ты не замечаешь уровни сложности. У тебя в кайф, ты не замечаешь сколько времени у тебя прошло, вырабатывается и усидчивость, и фокус внимания, и интерес, и докопаться до сути. Все то, о чем мы с вами можем только мечтать. Но это есть в наших детях. Просто это не раскрыто. И значит нам, родителям, нужно с вот этой точки зрения посмотреть. И да, вы можете сказать блин, когда мне этим заниматься, у меня работа. Но если вы этим не займетесь и вашему ребенку не повезло с учителями, этим не займется никто. Поэтому поставьте себе галочку, что вам вот этим нужно заниматься. влюблять, проверять, контролировать, быть внимательным, что там, что там, какое звено сейчас не работает, что мне отладить нужно. И вы увидите, что вы получите совершенно другие результаты. Не спорьте с гаджетами, это, наверное, отдельная тема, про которую нужно говорить, но просто вы проиграете. Но сделайте учебу такой же интересной. Чтение книг таким же интересно. Кстати, тут не могу не сказать про скорочтение, потому что это важно. Я, наверное, сброшу ссылку на свой эфир в этом марафоне с Андреем Сподиным, который возглавляет компанию по скорочтению. И там скорочтение это просто такая верхушка айсберга. Потому что там на самом деле мозг по-другому начинает работать. И когда-то для своих школ я выбирала его компанию для того, чтобы его люди приходили, учили, потому что я легко могу определить, люди разбираются или не разбираются, разбираются или не разбираются. Мой опыт профессиональный в этом подсказывает. И они лучшие были на рынке Украины. И я считаю, что они одни из лучших в Евразии. Вот так вот давайте возьмем. Весь большой континент Евразия. Ну, возможно, одни из лучших в мире в этом процессе. Послушайте эфир и вы по-другому посмотрите и на процесс обучения, и на способности вашего ребенка, и на то, как еще там что-то можно запустить. Но только, пожалуйста, уйдите с позиции, что с ребенком что-то не так. Уйдите с позиции, что скандалить с ним нужно. Придите к позиции, что не работает. Как это можно изменить? Как завод так, чтобы это заработало? И ребенок, знаете, как лампочка в гирлянде новогодней. Если где-то там что-то разорвано, она не горит. Почините эту цепь, лампочка горит. Ваш ребенок будет гореть. Учебой, отношениями. Вам проще будет, если вы будете участником тренинга, дорожная карта подростка, вам проще будет внедрить большой, крутой план, он кайфовать от него начнет. Но для начала вам нужно свое отношение к ребенку поменять, к процессу обучения и своей роли в этом процессе обучения. Надеюсь, что вам было полезно то, о чем я сейчас говорила. Жду ваших вопросов, с удовольствием на них отвечу. Давайте делать вместе жизнь подростков лучше, перспективнее. И вам лучше будет. Можно шкафовать все эти годы, пока подростки взрослеют. Можно смотреть на них совершенно другими глазами. Можно открыть в них совершенно другой потенциал. У вас восхитительные подростки. Просто неправильная инструкция по пользованию ими. Но это можно исправить. Дорогие родители, жду ваших комментариев под этим видео. Хотите больше знать о подростках? Подписывайтесь на мой канал Be Happy Academy с Марией Романенко. Там всегда актуальные информации, очень полезные и ценные. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Вы так никогда не пропустите новые видео, которые вышли на моем канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok